Вот и морозники уже появляются. Вот они, красавцы. Кстати, цветок ядовитый, но лечебный. Лечебный у него в основном корень. Выкапывают либо ранней весной, до цветения. Но видите, какая у нас погода. Вот сейчас 20 февраля, еще зима. Но корень уже выкапывать поздно, потому что уже цветет. Поэтому в нашем случае лучше выкапывать осенью, когда цветок отцвел. И даже выкапывают корень в масках, потому что если там повредить корень ножом, то он будет такие пары выпускать, что у человека может закружиться голова, немного начнет тошнить. Ну, в общем, токсины выходят. А так цветочек лекарственный. Ну, в небольших-небольших дозах. Очень даже хорош. Бывает он еще других цветов. Розового, нежно-голубого. Но вот такой вот желто-зеленый встречается в дикой природе чаще всего. Есть садовые морозники, выведенные. Очень красивые, более крупные, яркие. Но не такие полезные, как дикий. Не такие лекарственные. Лес еще так-то сухой, конечно, еще. Но цветочки уже появляются. В наших лесах растет кавказский морозник. И этот вид относится к очень ядовитым растениям. В лечебных целях используются корни. Морозник применяют при нарушениях кровообращения, сердечно-сосудистой недостаточности второй и третьей степени. Кора, снятая с корней, иногда используется при онкологических заболеваниях. Отвары корней находят местное применение при некоторых кожных заболеваниях. Однако и при местном применении эффект может быть настолько сильным, что будет раздражать кожу и может вызвать рвоту и понос. Препараты морозника применяют при хронической недостаточности сердца. Он действует на него регулирующе. А на центральную нервную систему действует успокаивающе. Также применяют при заболеваниях почек, как мочегонное средство. Масло корня морозника применяют для лечения эпилепсии. Растение, насколько эффективное и сильное, настолько же и весьма опасное. По мнению знахарей, вареный корень, надетый на шею, может унимать припадки и изгонять порчу. Но даже применение морозника в малых дозах все равно опасно, так как содержащиеся в нем сердечные гликозиды способны накапливаться в организме. И при неумелом пользовании это приносит непоправимый вред. Про морозник говорят, что его корень является древнейшим химическим оружием. В VI веке до н.э. морозникам по распоряжению мудреца Соломона отравили население древнегреческого города. Приготовленный специальным способом, морозник помогает в астральных путешествиях. И также раньше он входил в древние рецепты летательных мазей ведьм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова